Добрый день! Сегодня я хотела бы поговорить о очень актуальной теме. Это психологические меры формирования психологической готовности студентов к родительству. Большинство людей рано или поздно становятся родителями. Родительство – это социально-психологическая функция каждого человека. И в принципе большинство людей, которые достигли половой зрелости, могут потенциально стать родителями. Но биологическая обусловленность еще не гарантирует именно истинной психологической готовности к данному процессу. Поэтому ей способствует очень много факторов. Это и социальные факторы, и биологические, и психологические. В психологические факторы входят и отношения родителей, и отношения к родительству как таковому, их ценностные ориентации, мировоззрение, стили семейного воспитания, само отношение в семье и так далее. Психологическая готовность, конечно же, влияет непосредственно на будущего ребенка. Многие исследования, которые проводятся в рамках данной тематики, в основном проводятся именно на порах беременности и в первый год после рождения ребенка. Но правомерно говорить о том, что все-таки данные исследования должны проводиться непосредственно до, так как потенциальные родители, конечно же, задумываются об этом задолго, до появления ребенка. Именно поэтому все-таки хорошо бы было проводить данные исследования до наступления беременности. Большое количество молодых людей на данное время очень страшатся даже просто самого понятия родительства. От многих можно сейчас услышать, что я не хочу быть родителем, я не хочу иметь детей, мне очень страшно, я боюсь быть родителем, мне кажется, что я не справлюсь. Какие же причины могут этому способствовать? То есть причин, на самом деле, может быть масса. Начиная от малообеспеченности, боязни ответственности, желания для начала построить карьеру, эмоциональная незрелость, эмоциональная нестабильность. Соответственно, все это предшествует страху перед таким, скажем, ответственным понятием, как родительство. Именно для этого как раз-таки мы и говорим о психологической готовности. Родительство. Родительство – это комплексная структура. В нее входят и отношения родителей, и мировоззрение, и ценности, и стили семейного воспитания. Но особенно как раз-таки семейные ценности здесь стоят во главу угла. Анализ исследования в рамках данной темы направлен на детско-родительские отношения в основном. И большинство исследований как раз-таки посвящено именно рождаемости. Но почему-то в стороне остается я-концепция будущего родителя, его самосознание. А как раз-таки на это, казалось бы, нужно делать упор в первую очередь для того, чтобы развивать психологическую готовность родителя. Особенно если мы говорим о студенческом возрасте. У родительства есть два феномена. Это феномен материнства и феномен отцовства. Причем феномен материнства исследован гораздо глубже и гораздо шире. Впервые вообще о данной теме заговорили еще во времена психоанализа. Психоаналитическое направление говорило в основном о детско-родительских отношениях. И там в детско-родительских отношениях главную роль представляла мать. То есть она играла главную роль в развитии ребенка и полностью в развитии его личности. А вот одним из исследователей, который разделил понятие родительства на материнство и отцовство, был Эрик Фром. Что любопытно, он представлял материнскую любовь как любовь безусловную. То есть мать любит ребенка не за что-то, а любит ребенка просто так. Она любит его не за то, что он оправдывает какие-то ее ожидания, какие-то ее установки. Она любит его просто вопреки всему. То есть и эта любовь, как раз-таки он говорил, что любовь материнская идеальна. Она как раз-таки безусловная. А вот любовь отцовская, он называл ее обусловленной. То есть любовь отцовскую он представлял как «я люблю тебя, потому что ты оправдываешь мои надежды». «Я люблю тебя, потому что ты оправдываешь мои ожидания». «Я люблю тебя, потому что я возложил на тебя надежды». Или «Я люблю тебя, потому что ты на меня похож». У такой любви, безусловно, есть две стороны. Положительная и отрицательная. Но отрицательное, понятное дело, здесь состоит в том, что эту любовь еще нужно заслужить для того, чтобы добиться отцовской любви. И если ее можно заслужить, значит ее также легко потерять, если ты не оправдываешь его ожиданий. Но положительное как раз таки состоит в том, что эту любовь можно заслужить, если приложить какие-то усилия. И в отличие от материнской любви, этой любовью очень легко управлять. Если мы исходим из детско-родительских отношений, то как раз таки потребность в материнской любви у ребенка возникает в первые годы жизни. А вот потребность в отцовской любви уже возникает, начиная с 5-6 лет, когда для ребенка возникает авторитет родителя, авторитет отца. То есть отец для ребенка это всегда наставник, это всегда учитель. Именно он показывает, рассказывает ребенку, как ему общаться в социуме и какая роль в социуме ему на самом деле принадлежит. Итак, психологическая готовность это внутренняя индивидуальная позиция личности. То есть это позиция отца и позиция матери по отношению к собственному ребенку. Еще хотелось бы сказать о том, насколько важен все-таки аспект возраста, когда мы говорим о психологической готовности к родительству. Особенно мне хотелось бы сделать акцент на роли, именно на роли женщины, на роли матери. Женщины разных возрастных групп, у них существуют различные характеристики и физиологической, и психологической готовности. Современными учеными уже давным-давно было доказано, что девушки 16-18 лет все-таки не являются потенциально психологически готовыми к материнству. У них происходит искаженная картина материнства. А происходит искаженная картина материнства именно из-за внутреннего конфликта, из-за неуверенности в себе, из-за неадекватной самооценки и из-за не сформировавшегося понятия, а что вообще из себя представляет роль матери как таковая, а что из себя представляет роль ребенка как таковой. Молодая мать теряется, то есть по сути она сама еще ребенок. Именно поэтому возникает искаженное понятие материнства. И несмотря на ускоренный рост, на акселерацию развития, вот 19-28 лет, это все-таки продолжает являться оптимальным возрастом для рождения ребенка, если мы говорим и о физиологическом аспекте, о физиологической готовности и, естественно, о психологической готовности в том числе. А вот что касается мужчин, то здесь возраст по сути не имеет никакого критического значения, но здесь на первый план выходит воспитание. То есть воспитательная среда именно в его семье, в родительской семье и гендерные роли в семье, то есть как они распределяются. Что ж, хотелось бы также сказать о том, что же оказывает все-таки влияние на психологическую готовность формирования осознанного родительства у студентов, помимо все-таки семейного воспитания и родителей, то есть ближайшего семейного окружения. Конечно же, безусловно, это средства массовой информации и заведение, в котором обучается студент. Именно образование призвано выполнить свою самую главную функцию, то есть это социализация личности и полное развитие индивида, то есть формирование его психологических ценностей, особенно главных ценностей, которые помогают человеку двигаться в мире. Это полностью видение себя в этом мире, не только его изучение, а именно когда человек находит в этом мире свой путь, свою стратегию поведения и этой стратегии в дальнейшем придерживается. О каких же ценностях мы ведем речь? Конечно же, в первую очередь студентам мы задаем вопросы. Как вы относитесь к семье в принципе? Как вы ее представляете? Как вы вообще относитесь к семье как таковой? Что для вас это понятие семья? Хотели бы вы вообще в принципе себе семью? И здесь уже, конечно же, ответы могут разниться в зависимости от воспитания и в зависимости от родительской роли, конечно же, которую выполняли отец и мать в семье того студента, с которым мы общаемся. Далее, что касается других ценностей, это ценность любви. Причем любви не обязательно к своему потенциальному будущему мужу или будущей жене или будущему ребенку, но и любви к окружающим, любви к родителям, помощи близким и помощи тем, кто слабее данного человека. Все это как раз таки ценности, которые являются превалирующими и общепринятыми, скажем так, в нашем обществе. Далее, что касается формирования готовности к родительству, у студентов формируется весьма стихийно. И, как я уже говорила, в основном, помимо родительского воспитания, на это еще очень сильно влияет СМИ. Ну вот как раз таки, благодаря этим двум аспектам, СМИ и родительскому отношению, происходит такой момент, как влияние массовых стереотипов. И эти массовые стереотипы очень гнетуще, скажем так, действуют на подрастающее поколение. Какие эти стереотипы могут быть? То есть, например, это общеизвестный гендерный стереотип, я думаю, мы все слышали его, да, о том, что женщина – это только лишь хранительница очага, это в первую очередь мать и так далее и тому подобное. Но ведь мы знаем, что помимо этого девушка может прекрасно все совмещать, быть матерью, быть хорошей хозяйкой, но тем не менее реализовываться в своей профессиональной сфере. Но этот гендерный стереотип иногда оказывается настолько гнетущим, что девушка забывает о своем личностном развитии, о своем профессиональном развитии и только лишь начинает придерживаться того стереотипа, к которому изначально она склоняется. Хотя, по сути, возможно, он не принесет ей ни счастья, ни радости в дальнейшем. Далее. В современном мире сейчас стал довольно-таки актуален стереотип молодетных семей. Почему же он становится более предпочтительным? Потому что как раз-таки он дает родителям право больше времени уделять своему профессиональному, своему внутриличностному развитию. И вот как раз-таки он действительно становится очень популярен, и вследствие чего снижается рождаемость. Также хотелось бы сказать еще немножечко по поводу социальных стереотипов. Все-таки, как ни крути, если мы будем говорить немного о гендерных различиях студентов, то девушки-студентки более подвержены социальным стереотипам, чем молодые люди. То есть они более подвержены вот этим социальным стереотипам о том, что все-таки семья стоит на первом месте. В отличие от парней, которые эту тему очень часто отодвигают на второй план, а некоторые, в общем-то, и на третий. То есть можно говорить о том, что девушки-студентки все-таки более психологически готовы к осознанному родительству, чем парни. Еще такой интересный момент мне, как психологу, хотелось бы, конечно, сказать о студентах гуманитарного факультета и студентах-психологов. То есть вообще, в принципе, психология призвана научить студентов мыслить. Она призвана научить студентов мыслить широко, глубоко и полностью исследовать свою личность, причем исследовать ее со всех сторон. И затем все свои психологические знания применять на практике. И как раз-таки на практике понимать, а как же все-таки действительно по-настоящему работает наша психика. И все психологические дисциплины, социологические, педагогические, они как раз-таки воспевают вот этот вот компонент высших ценностей. То есть ценности любви, ценности семьи, ценности дружбы. А это как раз-таки считается общепринятыми ценностями и главными ценностями, которые превалируют в нашем обществе. Данная тема действительно является очень актуальной. Я все-таки считаю, что образование влияет очень сильно и оказывает очень огромную роль на формирование самых главных ценностей человека, на формирование главных ценностей студента. И я думаю, что образование должно в культурно-просветительской форме обязательно делать упор на такие аспекты, как все-таки воспевание тех ценностей, которые действительно являются превалирующими. Ведь сейчас у нас институт брака, по сути, начал очень сильно изменяться. Он действительно претерпевает огромные колоссальные изменения. Если мы посмотрим на ситуацию, которая была буквально 50 лет назад, хотя, казалось бы, 50 лет назад, это было как будто совсем недавно, то люди стремились вступать в брак, начиная с 20 лет, с 19 лет. Сейчас-таки наоборот, возрастные рамки настолько существенно сдвинулись, молодые люди не стремятся вступать в брак рано, находя при этом массу причин. Тем более они стараются не рожать детей раньше 25-30-35 лет. Плюс еще у нас в современном мире появляются все новые и новые течения. Например, такое распространенное движение сейчас, которое носит название Child Free. То есть в буквальном смысле Child Free – это свобода от детей. То есть оно означает нежела, осознанное, что важно, осознанное нежелание заводить ребенка. Поэтому я все-таки считаю, что образование действительно должно брать инициативу в свои руки. И все-таки в просветительской форме оно действительно играет очень важную роль. Как ни крути, все-таки студенческий возраст – это юношеский возраст. Юношеский возраст – это возраст перемен. Юношеский возраст и студенческий всегда открыт к чему-то новому. И как раз-таки вот такие веяния, как психологическая готовность к осознанному родительству, к вступлению в осознанный брак и формирование семейных отношений и семейных ценностей, являются действительно очень важными и очень нужными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова